Сушка, даже правильное, всегда серьезное испытание для организма. Она требует максимальной отдачи в работе почек, печени, ЖКТ и сердца. Если есть любые заболевания, сушку стоит заменить на белково-углеводные чередования и стараться не слишком урезать углеводы. Первое. Что надо сделать перед сушкой? Профилактику гипотепротекторами. А вот пить очищающий сбор напротив нельзя. Печень поддерживать начинает за 14-15 дней до начала входа в сушку. Номер два. Следует распланировать все так, чтобы на весь период сушки у вас не было серьезных стрессов. Переезда, смена работы, сессии, свадьбы и прочее. Женщинам, не спортсменкам, не советуют сушиться дольше, чем 6 недель и убирать процент жира ниже, чем 18%. Это может быть вредно для гормонального фона. После 6-недельной сушки должен начаться выход, который занимает по времени столько же, сколько и сама сушка. Номер три. Сушиться, если вы не набрали мышечную массу, бессмысленно. Вы похудеете, но лучше выглядеть от этого не станете. Кроме того, такая сушка чревата замедлением обмена веществ в будущем. Номер четыре. Тренировки на сушке должны быть короткими и взрывными. Одна силовая сессия не дольше 45 минут. Заниматься с подругой или персональным тренером для дополнительной мотивации. Так как тренировка это последнее, чего человеку хочется делать на сушке. Гардио стоит передвинуть на утро до завтрака и сократить самому тренировку по времени, взамен усилив интенсивность максимум полчаса, лучше интервального тренинга. Номер пять. Сушка должна быть на 300-350 калорий меньше того, что вы едите в норме. Рационы на 1200 калорий и более скудные для сушки не подходят, если только вы не начинаете сушиться с веса 55 кг и ниже. План сушки по неделям примерно такой. Первая неделя. 120 г углеводов. Из них можно два больших зеленых яблока или один большой грейпфрут. Умеренное количество любой крупы с низким гликемическим индексом. Гречки, коричневого риса, чечевицы. Все каши употребляются без соли, с небольшим количеством льняного масла и лимонного сока. От хлеба и хлебцов отказаться, так как они тоже содержат соль. На первой неделе вы полностью отказываетесь от сладостей и напитков с сахаром, в том числе и от спортивных шоколадов с л-карнитином. Основа рациона творог 0%, кефир 1%, куриные грудки без кожи, ментай. Три раза в неделю можно порцию жирной рыбы, типа семги, но приготовить на пару. Можно пока без ограничений есть овощные салаты с маслом и лимонным соком. Солить еду нельзя. Два раза в неделю можно съесть от 50 до 60 грамм нежирного сыра, типа чечил, или любого другого до 20% жирности. Вторая неделя. 100 грамм углеводов под нож, идет одно яблоко или половина грейпфрукта. Каша плавно переезжает на время до 14 часов. Не успели поесть ее до этого времени, значит до завтра. Остальное пока без изменений. Третья неделя. 80 грамм углеводов убираем полностью. Фрукты и сыр. Четвертая неделя. 60 граммов углеводов сокращаем кашу. 6 столовыми ложками в отварном виде. Убираем морковь, если ели раньше. Пятая неделя. 40 грамм углеводов. Убираем кашу. Остаются зеленые овощи и все источники белка. Шестая неделя. Убираем молочные продукты. Выход из сушки состоит в том, что на седьмой неделе мы едим по плану. Пятый. На восьмой по четвертой и так далее. Затем повторяем первую неделю два раза. Это надо для того, чтобы не потерять результат сразу. Известны случаи, когда резкий выход из сушки на обычное питание провоцировал набор до 5 килограммов веса. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на канал. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok